Ну, в общем, в классических процессорах у нас есть последовательное исполнение команд. То есть, по ней, что сказал тогда и предложил эту архитектуру? То, что вот у нас есть программа, которая хранится в памяти, есть машина с определенным состоянием, которая исполняет эту программу. Машина выбирает очередную инструкцию из памяти, изменяет свое состояние, и цикл продолжается. То есть, вот один машинный цикл, там... Там акробат стоит. Ну, и, в общем, так происходит. В этих процессорах тоже есть некое состояние, в отличие от других процессоров, которые раньше пытались делать по потоковым архитектурам. Но оно обновляется не при исполнении инструкции, а при исполнении структуры, которая называется параграф, который содержит много инструкций. И за счет такой хитрой модификации интерфейса архитектуры, который называется ISO, получается возможность исполнять эту программу несколькими разными способами, которые являются уникальными и отличаются от классических всех процессоров, которые у нас сейчас существуют. Ну, вот это как раз то, что я сейчас пытался сказать, что когда мы рассматриваем обычную традиционную машину, то у нас, собственно, у машины есть некоторое состояние, и процесс исполнения программ можем описать такой простой формулой достаточно. Есть текущее состояние в момент времени Т, есть следующее состояние, и есть инструкция, которую задает оператор, которая пересчитывает, трансформирует это состояние в новое. Ну, те, кто знает чего-нибудь про Haskell, знают, наверное, что это на самом деле монада. Но в такой постановке на самом деле все очень непросто, и тут очень много мест, которые вызывают много вопросов. Ну, вот, например, состояние машины – это на самом деле не только состояние процессора, его регистра, это еще состояние памяти. Но при этом, скорее всего, когда вы, ну, вот, реально, физически, когда процессор исполняет программу, разделить одно от другого нельзя, потому что у вас какие-то данные на шинных идут, процессор что-то там пытается выбрать предыдущую инструкцию, следующую инструкцию, заглянуть куда-то еще, и на самом деле хорошо состояние у машины не определено. Поэтому, когда я, например, пишу, что состояние в текущий момент времени – это состояние процессора и состояние памяти – это немножко неправда, но формально для программиста такой взгляд на вещи поддерживается. То есть если вы программист, то договоренность разработчиков архитектуры с вами – это в том, что вот такое состояние можно описывать так машины. Это неправда, но вам так кажется. Время, которое здесь указано, то есть следующее состояние – это тоже вещь неопределенная, потому что в каждый момент времени у процессора, собственно, нет готового целостного архитектурного состояния. Оно появляется, например, при обработке прерываний. Вот когда пришло прерывание, тогда мы знаем, вот он остановился в таком состоянии, а дальше он начинает что-то выполнять. То есть для описания времени, которое происходит в процессорах, тоже надо использовать определенные хитрости. Ну и на самом деле это общий вопрос для различных параллельных систем, распределенных и так далее. То есть любой современный процессор – это очень параллельная система. Ну тут немного философии, которую можно пропустить. Ну и важно то, что в дальнейшем я не буду рассматривать подсистему ввода-вывода. Потому что кроме того, что у нас процессор непонятно как работает, с которым вы пользуетесь, у вас еще есть внешние устройства, которые также обновляют состояние системы. И как описывать вот этот комплекс, ну как бы вот вывод отдельно, а процессор отдельно, на самом деле еще даже в математике не придумано. То есть обычно просто рассматривается большая система из всего. То есть вы когда рассматриваете параллельную программу, которая работает на 10 компьютерах, чтобы описать ее математически, нужно рассматривать сразу 10 компьютеров. Описать веб-сервер с точки зрения математики – ну это достаточно сложная задача. То есть вот когда у вас есть веб-серверы и произвольное число клиентов. Пока такой теории до конца не разработано, хороший. Поэтому мы только рассматриваем память и процессор в дальнейших разговорах. Основное узкое место такого подхода, с которым все борются последние 30 лет, это то, что у вас программа последовательная. То есть процессор, ну вот тот интерфейс, который вам предлагает процессор для программирования, он последовательный. То есть выполнилась одна инструкция, потом другая, потом следующая и так далее. Но при этом на самом вот кристалле современные технологии позволяют организовать очень много функциональных устройств. Ну там, не знаю, одно устройство доступа в память, другое устройство доступа к портам, к каким-нибудь выводам, еще одно устройство для арифметики, векторное, другое для целочисленной и так далее. То есть их может быть много, и они все могут работать одновременно. Но когда вы пишете программу, да, ну я на Семблере не стал писать, я написал на Си, вот, то она выполняется последовательно. Вам гарантируют, что она выполняется последовательно, чтобы сохранялся ее смысл, тот, который вы в нее записываете. Ну и вот, например, в данной программе много неэффективности, если выполнять ее параллельно. То есть, например, мы не можем обратиться к переменной ст стрелочкой азер, ну там, к полю структуры, пока у нас деление не закончится. А между тем, ну как бы, с точки зрения свойств этой программы, то есть с точки зрения того эффекта, который она произведет, эти строки, в общем-то, можно переставить. То есть, ну, выполнить их в другом порядке, да. Вот. Вот. Или, ну, или что-нибудь другое с ними сделать, о чем я дальше скажу. Вот. То есть, при выполнении обычного кода в последовательной парадигме возникают задержки. Очень большие, да. То есть, мы пока делим это так-то в 20, например, потому что деление – это сложная операция. Мы ничего другого не делаем, и процессор стоит. И это очень, очень жаба давит это время тратить впустую. Потому что вроде как мы можем еще что-то делать, потому что у нас куча функциональных устройств, они могут что-то делать. Вот. Ну, и возникает вопрос. То есть, в принципе, история развития процессоров, она примерно такая. Были разные процессоры, потом появились риск-процессоры, и все поняли, что это хорошо. После чего все придумали, как очень быстро сделать исполняющее устройство для риск-процессоров. Ну, там всякие умножители, делители, вычитатели и прочие устройства, которые занимаются арифметикой. А потом все начали… И эти устройства уже очень долгое время не меняются. То есть, они примерно одинаково устроены. А потом все начали думать, как ускорять, вот именно, как преодолевать барьер того, что программа записана последовательно. Вот. В виде последовательности инструкции. И, собственно, основное развитие мощности процессоров – это распараллеливание исполнения тем или иным способом и повышение частоты. Ну, там кэши растут и все такое. Сами вычислительные устройства, они, в общем-то, фактически не меняются. Вот. Ну, самый простой и дешевый способ – ну, это просто обзор делаю, чтобы понять, куда попадает архитектура мультиклет на фоне существующих. Вот самый простой и дешевый способ – это сделать то, что называется чип-левел мультитрейдинг. То есть на одном процессоре, на очень простом процессоре, можно организовать поддержку нескольких нитей. То есть вместо одного состояния процессора у вас будет, например, четыре состояния процессора. И если какой-то процессор встал и, например, очень долго пытается получить доступ в память, ну, промахнулся мимо кэша, и ему загружают данные из основной памяти, это очень долго, он простаивает. Но мы всегда можем взять другую инструкцию из другой нити, которая не зависит от текущей инструкции. И процессор не будет простаивать. Такие процессоры весьма популярны на самом деле, особенно в центрах обработки данных, потому что они энергоэффективные, то есть они очень простые по себе и могут обрабатывать массовый поток задач, очень хорошо на них ложиться. Там, где много нитей, много процессов, много пользователей, на них это все быстро обрабатывается эффективно. Хотя производительность одной нити там небольшая получается, но считается, что раз у нас все программы параллельны, то есть много всяких задач, и это все как бы пережевывается все вместе, и это все очень быстро. И это популярно. В частности, в GPU, которые тоже должны считать очень много, ну, в графических процессорах, массовую обработку данных производить, там тоже применяется эта технология, то есть пока у вас этот мультипроцессор, например, загружает вектор данных из памяти, этот сам мультипроцессор переключается на другую нить и выполняет ее арифметические инструкции, например. Ну, там тоже порядка четырех нитей одновременно может исполняться на одном таком процессоре. Но это добавляет производительность. Другой подход, ну, вот, который был уже упомянут в предыдущем докладе, что давайте мы сделаем инструкцию очень сложной, то есть вместо того, чтобы иметь в одной инструкции одну операцию, давайте мы напишем инструкцию, в которой много операций, и они все будут выполняться параллельно. Но эта архитектура называется архитектура с очень длинной инструкцией, то есть very long instruction word. Вот. То есть, ну, вот здесь на картинке показано примерно, как это устроено. То есть у нас есть одна здоровая инструкция, в которой много маленьких операций закодировано. Эта одна инструкция попадает параллельно на все исполняющие устройства, и они параллельно ее обрабатывают. То есть много операций параллельно обрабатывается. Но это все выполняется в том порядке, в котором написана программа. Проблема с этой архитектурой в том, что нужен хороший компилятор, то есть нужен компилятор, который это все понимает, и может эффективный код для этой архитектуры создавать. Но разработать такой компилятор можно. Но проблема в том, что это не решает проблему долгих операций на самом деле. То есть если у нас есть такой блок инструкций, который содержит сложную операцию, например, деление, то этот блок будет выполняться так долго, сколько выполняется самая длинная инструкция. Ну и, например, чтобы преодолеть эту сложность, в Итаниуме очень была сложная система поддержки выполнения длинных инструкций. Например, она была и есть, вроде они еще выпускаются. То есть если, например, в инструкции есть операция доступа в память, она пропахивается мимо кэша, значит доступ в память будет очень долгим. Ну, например, вместо трех тактов будет сто тактов. Срабатывает прерывание, и обработчик прерывания операционной системы должен загрузить в кэш нужные данные. Та же самая история, например, с операциями деления или умножения. То есть пока процессор понимает, что он может делить быстро, он делит быстро за один такт, ну итеративным процессом. Если он вдруг понимает, что у него погрешность уже слишком большая, он вызывает обработчик прерывания, который делит другим методом. Ну, собственно, и поэтому эти Итаниевские процессоры, они, конечно, очень мощные, но они очень непопулярные среди пользователей, потому что очень сложно там все программируется. Очень большая зависимость от компилятора, а Intel продает этот компилятор за бешеные деньги. Сам процессор не такой уж дорогой по меркам других процессоров, но компилятор очень дорогой. Но, например, во встраиваемых системах это решение популярно, потому что в встраиваемых системах, ну или в системах, где сразу говорится, а мы не будем делать долгих инструкций никогда, долгих операций, если программисту надо, он сам до столбиком все поделит. Это очень популярное решение, потому что действительно позволяет хорошо загружать много функциональных устройств. Но это работает достаточно быстро. Например, вот тут приведен ссылка на процессор TMS 326 серии. Это вообще самый чемпионский процессор по производительности в настоящее время. То есть он используется в каких-то бешеных нагрузках, когда надо очень много сигналов обрабатывать. Ну и многие стартапы любят такие архитектуры. Почти все аппаратные стартапы на Kickstarter используют в Leaf архитектур. Но это не самый популярный метод. На самом деле самый популярный метод ускорения это попытаться быстро исполнить последовательную программу. То есть программа у нас остается прежней, такая же, как в 90-х годах для X86 процессоров, но мы пытаемся ее исполнять очень быстро. И делаем это за счет того, что извлекаем параллелизм из описания программы. То есть во время исполнения программы процессор на нее смотрит и пытается понять, а какие штуки я могу сделать параллельно. Для этого существует метод, который называется переименование регистров. Это хороший такой метод, за который даже дали премию Тюринга, потому что он позволил сделать быстрый процессор из медленных. То есть мы ничего не меняем, ни программное обеспечение, которое с закрытым кодом, не пишем новые компиляторы, а просто меняем архитектуру процессора, сохраняя интерфейс, и получаем выигрыш. Но работает это следующим образом. Вот у вас есть, когда последовательная программа, она переводится при помощи механизма переименования регистров в программу в так называемой потоковой форме, то есть в Data Flow программу, в которой написано, какие операции от каких зависят. Это указывается номерами регистров, которые внутренние. То есть вот в данном случае, например, мы сначала добавляем что-то в регистр RAX, а это превращается в инструкцию, в которой запись производится в регистр R48, а чтение производится из регистра R90. То есть RAX сначала был именем регистра R90, потом его переименовали, то есть наоборот. То есть потом имя RAX было назначено регистру R48, потому что инструкции, которые стоят раньше, они могли в RAX ссылаться, и им нужно его было знать под именем R... нужно знать как регистр R90. Дальше, например, мы этот R48 используем для операции записи в память, а потом мы его используем для того, чтобы чего-то там в RAX еще сделать, и снова даем новое имя регистру Rx. И вот уже в таком виде, если на код посмотреть, становится уже совсем очевидно, что, например, первые две инструкции можно исполнять... То есть исполнение третьей инструкции можно начать после того, как завершится первая инструкция, а долгий доступ в память можно исполнять где-нибудь там между ними. То есть программа переводится в такую потоковую форму, и все распараллеливается. Но потом вот эта информация загружается в очереди планирования инструкций по готовности. То есть когда данные для инструкций готовы, она запускается на исполнение. Но, конечно, возникают всякие тонкости. Надо, например, разбираться с очередностью доступа в память. То есть если у вас куча инструкций, которые пишут и читают что-то из памяти, и делают это они, в общем-то, в произвольном порядке, нужно как-то контролировать, чтобы мы случайно не прочитали то, что еще не записано. То есть мы, например, по адресу регистр РИК что-нибудь записываем, что-нибудь читаем, он не менялся, но запись должна произойти раньше, иначе у нас логика программы сломается. Потом нужно понять, что делать с прерыванием. Потому что, если, например, при записи в память произойдет какая-нибудь исключительная ситуация, то инструкцию следующую мы исполнять не должны. И обработчику прерывания регистр РИК должен быть известен как… Ну, то есть регистр Р48 должен носить ими РИК, а не Р42 в данном случае. Ну и для этого служит еще один кусок оборудования, который поддерживает архитектурное состояние. То есть то, что показывается программисту, это архитектурное состояние процессора. Допустим, в этом архитектурном состоянии 16 регистров, а на самом деле там внутри регистров 200, которые постоянно меняют свои имена. Ну и сам процессор, он поддерживает иллюзию того, что у вас на самом деле только 16 регистров. Так как это оборудование все большое и сложное, еще необходимо уметь предсказывать переходы. То есть когда процессор встречает какую-нибудь команду перехода условного или безусловного, он должен ее выполнять, уметь до того, как реально станет известно, а нужно этот переход осуществлять или нет. Потому что если он будет долго ждать, то вся эта вот машинерия, которая предназначена для переименования, там загрузки этих регистров, она просто будет простаивать, и никакой выгоды от нее мы не получим. Ну и на самом деле вот это все, что должен делать такой процессор, с точки зрения аппаратуры, стоит очень дорого. Ну вот картинка одного из процессоров с неочередным исполнением. На ней вот сверху большой кэш-Л2, а снизу много устройств выделены. Сколько они площади занимают на процессоре. Ну вот, например, тут есть инструкция, то есть буфер упорядочивания доступа в память, планировщик, модуль выборки инструкций переименования и предсказания переходов, еще что-то. А сами исполняющие устройства, это вот такой маленький блок для исполнения целочисленных инструкций, и вот блок для исполнения векторных инструкций. Ну еще криптография тут у них есть, и два кэша. То есть треть процессора занимает устройство планирования и выполнение этих инструкций. Очень дорого на самом деле. Ну и поэтому процессоры эти дорогие. То есть какой-нибудь простенький ARM в сравнении с интеловским, это вот очень маленький процессор по сравнению с гигантским процессором с соответствующей стоимостью. Вот. Ну, возникает вопрос, то есть а можем ли мы делать то же самое, но за гораздо меньшие деньги. Ну, то есть с гораздо меньшим транзисторным бюджетом и с гораздо, значит, меньшим энергопотреблением, потому что чем больше транзисторов, тем больше они потребляют энергии при своей работе. Ну, это естественно. Вот. Ну, и чтобы это сделать, в архитектуре процессоров мультиклет просто предложено сменить кодировку инструкций. То есть мы больше не работаем с регистрами, хотя регистры есть в этом процессоре. Мы работаем в парадигме потоковой. То есть вот то внутреннее представление, которое процессор сам генерирует в процессорах с неочередными исполнениями, мы его просто сразу пишем. То есть вместо ссылок на регистр для обмена данными между инструкциями, мы используем то, что называется коммутатор. Ну, оно раньше называлось коммутатор, соответствовало аппаратной части процессора, а сейчас это просто ссылки на инструкции, то есть на результаты выполнения инструкции. Например, ну вот здесь в строчке 3 стоит инструкция чтения из памяти чего-то, она читает данные, и в следующих инструкциях, ну вот в следующей инструкции стоит ссылка на результат выполнения этой инструкции. В следующей инструкции стоит результат, ссылка на результат исполнения предыдущей инструкции. Где-то здесь стоит результат, ссылка на результат исполнения инструкции, которая на две инструкции раньше стоит. И этот параграф загружается всеми исполняющими устройствами по определенной схеме, и каждая инструкция запускается на выполнение по готовности. То есть процессор не занимается сложными операциями по переименованию чего-то, поддерживанию порядка и еще чего-то, он просто сразу начинает выполнять этот код параллельно по готовности каждого из операндов. То есть когда у нас есть, ну вот и такая единица называется параграф, то есть он может быть очень длинным, может быть коротким, но это никак не зафиксировано. То есть они так исполняются. Ну если у нас есть два параграфа, то они выполняются последовательно. Ну нет, неправильно сказал. То есть если у нас есть несколько параграфов, то они, соответственно, могут выполняться друг за другом или не друг за другом. Ну как в обычном, собственно, процессоре, как линейные блоки, программы. Тут я хотел обратить внимание вот на что. Что здесь, например, то есть попытки сделать такие потоковые архитектуры, они предпринимались и раньше. То есть было множество проектов, как бы сделать нам потоковый процессор, потому что потоковый процессор – это энергоэффективно и очень просто, и очень быстро. Задержки маленькие, если они большие, они скрываются, поток исполнения инструкции очень эффективно проходит. Но все провалились, потому что традиционными средствами программирования для таких процессоров ничего нельзя было программировать. Потому что они оперировали концепцией графа программы, а не, собственно, последовательностью инструкции, которая удобна для представления алгоритма или для человека. Мыслить графами – это особое искусство, и им владеют немногие, особенно если графы занимают больше 10 узлов. А здесь особенно отличительная черта от других потоковых архитектур в том, что процессор оперирует не просто графами, а цепочками графов. То есть он загружает один параграф, его исполняет, а в этом параграфе должны содержаться инструкции, которые будут ему говорить о том, какой параграф дальше выполнять. То есть он загружает один граф, его исполняет, загружает следующий граф, его исполняет и так далее. При этом инструкции переходов не сразу выполняются. То есть переходы сначала программируются, а потом по специальному флагу, который встречается в одной инструкции, они выполняются. То есть в данном случае... В данном случае флаг стоит комплик, здесь стоит программирование двух переходов. То есть программируется сначала переход по условию, что там загруженный регистр не равен нулю, а следующее программирование по условию, что он равен нулю. То есть после того, как получено будет значение регистров, один из переходов будет выбран, и управление передает либо на текущий параграф, либо на следующий. При этом операции работы с памятью, которые стоят в этом параграфе ниже, они будут выполняться параллельно с этим выбором. Это еще одно отличие от современных процессоров. Хорошее такое. Что можно выбор продолжения выполнения осуществлять независимо от текущего блока исполняемых инструкций. Еще тут красненьким подчеркнута еще одна особенность этого процессора. Он некоторые операции над регистрами может выполнять в автоматическом режиме. У него есть специальные такие концепции, которые называются индексные регистры. Они работают с автоинкрементом. То есть вот этот цикл, на самом деле цикл копирования из одной области памяти в другую, но тут, как видно, нет никаких вычислений адресов, потому что они осуществляются автоматически. Ну и пересчет этих регистров, всех, которые здесь участвуют, CX, SE, DE, выполняется инструкцией ARM. Но еще надо сказать, что вот эти вот имена CX, SE, DE, это просто чиселки, определенные числа, которые мы договорились так называть. И они ассемблером подставляются в эти места, которые обозначены решетками. То есть на самом деле регистры в ассемблере называются решетка и какой-нибудь номер. Сам процесс исполнения, он выглядит очень просто. То есть загрузки и исполнение этих инструкций. Вот, например, у устройства есть четыре клетки, ну то есть четыре исполняющих устройства, и каждая начинает читать свою инструкцию из этого параграфа. То есть они читают их независимо, никак между собой не договариваются, делают это параллельно. То есть вот, например, в первом примере эта программа читается четырьмя клетками. То есть сначала устройство по 0 читает первую инструкцию, и потом вот еще какую-то инструкцию. Устройство по 1 читает вот эту инструкцию, и устройство по 1 читает вот эту инструкцию. Ну, комплит это флаг, он как бы к этой инструкции привязан, последний, тоже в P1 уходит. В отличие от, допустим, процессоров, которые традиционные, там, X86, они не читают инструкции последовательно, они читают блок инструкции, а потом начинают там внутри что-то декодировать, и тоже тратится на это время и энергия, соответственно. Здесь чтение очень простое. Но и при этом такой процесс обработки не зависит от того, сколько у нас устройств сейчас работает. То есть это чтение может осуществлять как четыре клетки, так и две клетки. То есть вот они по очереди начинают читать эти инструкции. Сначала первая, потом вторая, сначала первая, вторая. Другие клетки могут, например, быть сломаны. То есть у нас летает спутник где-то, в него прилетела какая-нибудь высокоэнергетическая частица, пол процессора сломалась, а другая половина все еще работает. И они могут продолжать работать в таком режиме, эти клетки. То есть спутник, он, конечно, станет немножко глупее и тормознее, но не сломается при этом. То есть он может начинать рассылать смски всем, что в меня прилетела частица, почините меня срочно и так далее и тому подобное. Если частица прилетит в обычный процессор, допустим, в интеловский, и сломает одно из его устройств, то его переконфигурировать на работу меньшим количеством устройств уже нельзя, потому что вот эти внутренние планировщики, они очень заточены на то, какое там количество устройств используется. То есть этот процессор может умирать не сразу, а немножко последовательно. И какое-то время дополнительное дать системе на то, чтобы какие-то действия мог кто-нибудь предпринять. При этом на самом деле параграфы не являются некими стоп какими-то точками синхронизации, то есть докуда выполнение доходит, потом там останавливается. Процессоры читают эти параграфы по мере того, каким становится известна адреса переходов. То есть вот две клетки будут читать этот параграф до метки комплит. Если к моменту комплит будет известно, куда передать исполнение дальше, они продолжат чтение следующих инструкций до завершения предыдущего параграфа. Единственное, чего не будет происходить, это не будет работы никакой с памятью, потому что если мы, например, вот этот цикл выполняем копирование, то понятно, что мы сначала должны байт записать, а потом байт прочитать. Порядок мы должны сохранять, и поэтому комплиты, они сериализуют доступы в память. Кроме того, что они говорят, что очередной кусок графа закончился. И надо искать следующий. Ну то есть этот код может загружаться параллельно, он там много кода этого загружается сразу, и на самом деле выполняется сразу очень большой блок кода без всяких предсказаний переходов, которые нужны обычным процессорам. То есть мы всю вот эту машинерию, которая там была для предсказания, переименования, восстановления, мы ее выкидываем, получаем очень маленький процессор с очень хорошей производительностью на уровне традиционных процессоров. Несмотря на то, что в интернетах ходят слухи, что это все не работает, и ничего у нас нету, на самом деле это неправда, вот оно. По крайней мере, можно произвести такой блок из процессоров. Будут ли они работать, это еще вопрос. Но на самом деле вот эти работают, это уже отлаженная версия. Ой, а тут плохо видно, да? Ну внутри, да, плохо видно, извиняюсь. Внутри здесь, собственно, показано, вот есть четыре клетки, между ними, вот черным показано, протянута общая шина, через которую они общаются. То есть там уже нет выделенного коммутатора, как в предыдущих версиях было. Там просто провода, по которым они передают друг другу сигналы. Есть контроллер памяти, есть восьмипортовая память очень быстрая. Ну и есть всякая системная обвязка, в которой много сделано для того, чтобы это было применимо в качестве контроллера. То есть архитектура может быть использована как центральный процессор, как ускоритель, но сейчас просто целевой рынок – это контроллеры. Высокопроизводительные. Если это попытаться описать с точки зрения математики, то у нас получается нечто вроде архитектуры в Элиф, но не в Элиф. Нечто вроде архитектуры Эдж, но не Эдж. И нас все время с ними путают. На самом деле неправда. Почему? То есть у нас явно архитектура, которая относится к классу Эпик, то есть архитектура с явным параллельным исполнением инструкций, но это не в Элиф, потому что у нас инструкции не привязаны к функциональным устройствам. То есть если у вас половина в Элиф процессора сломается, то у вас программа не будет выполняться дальше. И вы не можете, В Элиф процессор разбить на два процессора и запустить две нити на нем. На нашем процессоре можно, потому что инструкции привязаны не к устройствам функциональным в процессоре, а друг с другом. То есть информационная связь между инструкциями идет. Ну и это не Эдж архитектура. Эдж архитектура вообще странная и ужасная. И на самом деле это такой кластер внутри процессора с передачей сообщений между исполняющими устройствами. Но это точно не наш случай. Хотя бы потому, что для Эдж процессоров компилятор не написали, а мы написали компилятор. Ну и основная выгода от такой организации процессора в чем? Ну, как я уже сказал, процессор становится проще. Не надо программировать, не надо заниматься переименованием, не надо предсказывать переходы, не надо заниматься упорядочиванием доступа в памяти, потому что они самим кодом программы упорядочены. Не нужно заниматься подтверждениями отставки инструкции и создавать иллюзию программисту, что все выполняется последовательно, потому что оно все выполняется параллельно, и программист про это знает. И с радостью пользуется, надо сказать. Ну и при этом мы остаемся в том же классе производительности, что современные out-of-order процессоры. Ну, иногда даже быстрее получается какой-нибудь код запускать. Иногда даже быстрее, чем Intel Core. Ну, появляются и программные новые возможности, то есть для разработчиков систем. То есть возникает еще один уровень слой обеспечения надежности для систем зависимых, ну, ответственных, то есть dependable system. Ну, например, контроллер ядерного реактора, наверное, не должен ломаться от первого попавшего в него нейтрона. Наш процессор может не ломаться. Обычно такие схемы делают как? Делается просто, допустим, троирование всех вычислений. То есть делается кластер из трех устройств, каждый из которых делает одно и то же. На выходе результаты сравниваются. Если результаты совпадают, значит все хорошо, значит система работает нормально. В нашем случае такую систему можно собрать из одного процессора. Ну, или собрать такую систему из трех наших процессоров, но при этом внутри каждого процессора еще будет дополнительный уровень контроля и обеспечение надежности. Ну, это хорошо. Можно перенастраивать процессор под особенности алгоритма. Например, если у вас есть алгоритм, в котором очень большие формулы, и очень много вычислений с условиями, как, например, в физике какой-нибудь очень сложной, то можно собрать четыре клетки, которые есть в процессоре, в один суперскалярный процессор, как Intel, например, и они вместе будут решать сложную задачу. А если у вас, наоборот, есть задача, где много мелких задач, но и большой параллелизм по данным, можно их, наоборот, разбить и получить четыре процессора, которые проработают примерно как ГПУ современные. Еще один вариант, что можно, ну, текущий маркетинговый слоган, что вот вы покупаете один контроллер, а там их на самом деле от одного до четырех. Это как бы вот удобно. Вот. Для разработчиков языков программирования тоже открываются возможности, благодаря тому, что на архитектуру очень хорошо раскладываются всякие модные вещи, типа лямбда-абстракции, чистых функций и прочих таких приятных вещей, которые параллелизм программ повышают. Ну, и еще то, что наши переходы можно вычислять не в том порядке, в котором выполняется программа, а как бы параллельно, это хорошо подходит для языков безопасных, так называемых, то есть которые контролируют доступ в память, что все данные правильные, ну, там, питоны всякие, ява и прочие языки. То есть здесь можно получить профит по скорости исполнения. То есть не ждать, пока мы условия примем о том, а можно ли нам это делать или нельзя. Мы это условие можем заранее принимать, выполняя предыдущую инструкцию, а на следующем шаге уже выполнять то, что мы действительно хотим выполнить на этом шаге. Это помогает. Кроме того, так как клетки можно отключать программно, то есть можно заниматься сохранением энергии. То есть если у вас требуется работа в режиме большого потребления энергии, у вас работают все клетки. Если надо поэкономить энергию, то можно их подключать, одну оставить, и она будет, ну, естественно, потреблять меньше. Вместо того, что предлагает сейчас ARM, это давайте мы вам сделаем восемь процессоров, четыре из которых будут одной архитектуры, четыре из другой, и вот вы там планируете между ними нити. Когда вам надо делать экономный режим, включайте одни процессоры, когда производительный режим, включайте и другие, ну, в общем, там адский ад, и ничего не отключается на самом деле, потому что очень сложно этим управлять. А здесь у нас действительно все отключается, и уже мерили там энергию экономиться. Ну, теперь немного слов о том, как это чудо программируется, инженерные мысли. Во-первых, естественно, есть среди инструментария ассемблер. Ассемблер уже более продвинутый, то есть он не первой версии. Здесь, например, вместо того, чтобы считать ссылки на инструкции, как в примере, который я раньше показывал, можно просто писать и именовать результаты, которые возвращает инструкция, использовать их прямо в ассемблере по именам. Это делает ассемблер очень удобным, и очень много программ можно писать прямо на ассемблере, достаточно сложных. Есть у нас редактор связи, который, как обычный редактор связи, берет много объектных файлов и собирает из них один образ двоичный, без всякой внутренней структуры, это просто двоичные данные для загрузки на отладочную плату. Ну, вот, ой, тут команда неправильная. А, нет, все правильно. Да, все правильно. Тут два файла транслируются ассемблером и собираются в один образ. Есть программа, которая образ загружает на плату, вот она называется так. Если у вас плата подключена к системе, то по идее это все должно автоматически настроиться и загрузиться туда, куда надо. Есть компилятор для стандарта ANCC, то есть это C89, он сделан на основе компилятора LCC, ну и он тоже компилирует, как и компилятор LCC, как можно ожидать. То есть из некоторого кода, который получается после припроцессора, мы можем получить ассемблер. Ну, команда нарисована. Есть, собственно, припроцессор, какой-то стандартный сторонний припроцессор, который хорошо работает, и он, как можно ожидать, занимается припроцессингом C-шных файлов. Есть драйвер, который этим всем управляет. То есть не обязательно писать каждую команду по отдельности, можно указать много файлов, для каждого из которых будет осуществляться та операция, которая должна осуществляться, но это все стандартно. Есть отладчик, который позволяет подключаться к платам, если на них есть соответствующие интерфейсы, типа там JTAG и всего прочего. Но еще у него есть одна особенность. Он позволяет запускать образы, полученные после компиляции, в режиме эмуляции. То есть запускается модель процессора, и отладчик связывается с этой моделью по протоколу специальному, и можно отлаживать программу в эмуляторе. Ну вот здесь указаны магические команды, которые приводят к этому действию. То есть после запуска отладчика ему надо дать команду M, потом команду A, а потом команду SW. Ну в документации на самом деле написано, что это означает. Документация тоже есть на русском языке, все нормально. То есть тут сказано, запусти в модели, показывай мне всю информацию исполняемых инструкций, это буковка А, а SW это показывай передачу, ну какие данные передаются во время вычисления. Есть еще одна программа, которая позволяет с моделью связаться и подсоединиться к ее виртуальному OART порту, то есть к ОМ порту, условно говоря, через который можно в программу передавать данные или получать данные. Ну и на этом у нас компания небольшая, поэтому средств разработки больше нет. То есть сейчас разрабатывается новая версия компилятора, ну и пока на этом все. Если кому-то интересно чего-нибудь поделать, например, написать интерпретатор питона для мультиклета, мы с радостью поработаем с таким человеком. Ну и тут есть полезные ссылки, то есть есть документация, есть SDK для Windows, есть SDK для Linux, есть исходные тексты всех SDK на сайте, то есть если у вас FreeBSD, вы можете все скомпилировать под FreeBSD. Чего еще есть? Есть у нас раздел с технической документацией, есть куча примеров программ, ну небольшая кучка на самом деле, но полезных примеров. Вот. Ну и у меня, наверное, все. Пожалуйста, ваши вопросы. У меня короткий вопрос. А где эмулятор, собственно, можно скачать, чтобы потыкать все это дело? Так вот, собственно, ссылки есть. Надо запомнить вот эту ссылку, которая внизу написана, и потом кликнуть на что-нибудь, то, что вам интересно. Нет, там просто есть сайт, да, мультиклетком, там есть раздел технической документации, сайт, конечно, страшный. Если есть хорошие веб-дизайнеры, мы тоже будем рады с ними поработать. Но документация там вся есть, файлики есть, примеры есть, есть последние версии компиляторов под разные архитектуры, там есть даже редмайн установлен, можно на форуме что-нибудь написать, спросить. Есть удаленный доступ к этим платам, тоже можно на форуме попросить. Ну, в общем, все есть. Главное зайти на сайт мультиклетком и не испугаться его. Спасибо. У кого-нибудь еще вопросы? Так, а у меня такой вопрос. Я вот что-то слушал-слушал. Правильно ли я понял, что архитектура у нас состоит в том, что имеется несколько клеток, грубо говоря, несколько АЛУ. И вот мы загружаем выборку команд, асемблерных, последовательно идущих, и они распределяются между этими клетками, и за каждый такт, каждый из этих клеток что-то пытается выполнить. Но выполнять только при том условии, если действия выполнили все клетки, на которые ссылается у нас, да? Каждая конкретно взятая. Я правильно понял? Почти. То есть инструкции ссылаются не на клетки, это как бы… На результат. Да, на результаты. То есть когда результаты все готовы для данной инструкции, она исполняется. На какой клетке при этом она находится, ну, неважно. То есть я правильно понял, что для того, чтобы это более-менее эффективно работало, нам нужен довольно хитрый компилятор. Ну, то есть программа должна быть написана так, чтобы у нас не получилось, что в каждой выборке будет, ну, грубо говоря, работает первая клетка, а остальные ждут результат выполнения тех, которые не выполнялись. Ну, это естественно, но техника оптимизации здесь достаточно тривиальная. То есть у нас как бы каждый параграф – это линейный участок кода, да, и мы этот линейный участок кода просто делаем максимально широким деревом, и все. То есть когда у нас дерево максимально широкое, ну, и инструкции, да, ну, то есть каждое арифметическое выражение можно представить в виде дерева операций, которые исполняются над своими дочерними деревьями. Если мы делаем это дерево максимально широким, оно максимально параллельное. И техника оптимизации поэтому простая достаточно. Понятно. Так, и вот такой вот еще вопрос насчет безопасности. Вот клетка может отказать, да, ну, скажем, при управлении ядерным реакцией, реактором, там может ионизирующая частица что-то выбить. А вот как клетка узнает, что она отказала? Может она отказать так, что она не поймет, что она сломалась, а просто будет неправильно работать? Вместо сложения там будем вычитания делать? Ну, понимать должна не сама клетка, а какое-то контролирующее устройство. Ну, это как… То есть тут идея не такая, что мы там изобрели чего-то уникальное и суперновое, чего никто не делал. Просто есть стандартная схема. То есть вот ставится три устройства, которые делают одно и то же. Но есть устройство, которое проверяет их результат. Если они совпадают, значит, считается, что клетки делают одно и то же и правильно. Одно и то же, то есть получается… Не, ну да. Несколько клеток одно и то же делают. Да, то есть мы должны как минимум выделить три группы клеток, которые будут делать одно и то же. Тут профит не в том, что это будет сделано по-другому и не так, как кто-то контролирует безопасность. В том, что вместо того, чтобы ставить плату и разводить четыре процессора со всеми там ими их разводкой, мы ставим один процессор в маленьком корпусе там, ну и просто плата проще получается. Спасибо. Просто я изначально неправильно, наверное, понял. Ну, сама по себе клетка не может как бы изнутри понять, что она неправильно работает. Ну, там контрольные суммы на каких-то линиях считаются, конечно, но этого недостаточно обычно. Спасибо. А сколько стоят ваши процессоры и какие там… Ну, про процессоры мы поняли, что это клеточная, а что там по памяти, какие там объемы, гигагерцы и прочее? Тут должно быть на слайде чего-то я перемудрился с редактированием. Процессор, сам процессор стоит 500 рублей. Но его надо, естественно, распаять на плату, а те, кто распаивает на плату, добавляют еще очень много денег в стоимость. Вот, к сожалению. Ну, по-моему, последний раз оно стоило 5 тысяч. Ну, то есть дорого достаточно. Вот. То есть дороже, чем Raspberry Pi, к сожалению, пока. Ну, понятно, что Raspberry Pi там продают большими тиражами, а у нас непонятные пока объемы и поэтому дорого. На плате есть, собственно, сам процессор, куча каких-то там преобразователей от CP и еще чего-то. И есть память сколько-то мегабайтов. Есть память внутри кристалла. Там известно, сколько памяти. 512 килобайтов для команд и для данных. Вот. Ну, проблема при работе с памятью в том, что внешняя память подключается через достаточно медленный системный интерфейс, ну, который нам доступен за бесплатно, потому что за деньги они очень дорого стоят. Вот. Ну, и поэтому он медленный. А внутренняя память, она очень быстрая, да. И... Ну, вот такая ситуация. То есть, в принципе, можно работать со внешней памятью, которой много, и со внутренней памяти, которой мало, но с разной скоростью. Но большие программы уже влазят. А еще вопрос. А можно какие-нибудь заманивающие цифры услышать? Ну, вот ты рассказывал, что это вся быстрая такая штука. Что она умеет делать быстро и в сравнении с чем, во сколько быстрее? Ну, самая заманивающая штука, так как это все нацеливается на систему обработки сигналов, самая заманивающая штука вот какая, что частота у этого процессора 150 МГц, ну, у новой версии, а производительность при этом 3,6 ГФ на преобразовании Фурье. То есть, он делает за один такт 24 инструкции. Может. Это как бы пиковая производительность, но фишка в том, но у обычных процессоров пиковая производительность не достигается, потому что там все равно какие-то задержки возникают когда-то, кто-то чего-то ждет. Здесь можно запрограммировать это наше любимое преобразование Фурье так, что мы достигаем пиковой производительности. То есть, оно работает именно с производительностью 3,6 ГФ. То есть, очень много. Частота, к сожалению, самого процессора маленькая, потому что техпроцесс грубый, все время косячат при разводке этого процессора. Ну, потому что опыта мало еще. Но он постепенно становится все лучше и лучше. Частота аж на 80 МГц выросла. А где вы их изготавливаете и корпусируете? Я прослушал. Ну, то есть, там процесс изготовки процессора на самом деле сложный. То есть, сама архитектура программируется, но в виде там... Ну, я понял, что вы их пишете здесь на Варилоге или не знаю на чем, но где процесс изготовления? То есть, вы где их заказываете, мне интересно. Ну, это совместное предприятие. Это у нас в Петербурге и в Малайзии. В Малайзии производят процессоры, в Петербурге делают топологию. Ясно, спасибо. Спасибо.